друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном лайфстал канале сладкий персик не забудьте подписаться сегодня у нас снова заготовка клубники на зиму и мы будем готовить клубничную пастилу раньше я думала что пастилу нельзя приготовить дома в магазинах она стоит очень дорого но как оказалось пастила это невероятно просто правда для этого понадобится сушилка и специальные пандоны для пастилы в этом видео мы будем готовить пастилу из свежей клубники но ее можно делать и и замороженной тоже и вообще можно готовить из любых ягод и даже фруктов клубнику подготавливаем как обычно моем и очищаем от хвостиков затем складываем клубнику в чашу блендера если у вас нет такого блендера можно воспользоваться обычным погружным муж меня очень просил добавить немного сахара я его послушала но если вы не такой сладкоежка и клубник у вас достаточно сладкая то сахар можно смело не добавлять затем просто измельчаем клубнику вместе с сахаром до состояния пюре вот такая красота у нас получается переливаем клубничную пюре в чашу с носиком в какой-нибудь мерный стакан или в кувшин так нам будет удобнее разливать пюре по поддонам дальше берем специальные поддоны для пастилы я их покупала отдельно заказывала для своей сушилки некоторых сушилках они тут в комплекте смазываем их немного растительным маслом у меня было оливковое масло и разливаем клубничную пюре по ним из стакана с носиком или из кувшин это делать очень удобно сверху разравниваем пюре с помощью столовой ложки чтобы пастила у нас получилась ровненькая смесь распределилась по всем поддонам посмотрите какая красота у нас получается дальше просто устанавливаем поддоны на сушилку и включаем нужную температуру мне это было 70 градусов оставляем пастилу сушиться примерно часов на 6 7 я оставила на ночь и утром пастила мне уже была готова посмотрите как легко она отделяется поддонов и скручивается в трубочку ничего не рвется не трескается и не пристает поддон просто идеально ведь мы всего лишь использовали обычное клубничное пюре и сахар больше ничего абсолютно не добавляли ну и конечно сбрызнули поддоны масла такую пастилу потом можно нарезать на порционные кусочки и наслаждаться это невероятно вкусно просто быстро и полезно вообще мне кажется что если у вас есть урожай и много ягод овощей или фруктов то вам просто необходимо купить сушилку она стоит от полутора тысяч рублей выше на любой вкус и кошелек но с ней запасы делать намного дешевле чем покупать в магазинах у меня таких сушилки 2 и они совершенно разные если у вас есть по ним вопросы напишите в комментариях я обязательно отвечу не забудьте пожалуйста поставить лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал